На прошлом занятии мы с вами рассматривали очень узкую линию, отклонение от которой не позволяет человеку угодить Богу. Чтобы этого не случилось, нам необходимо овладеть многими принципами, которые Бог подает нам в своем слове. Дабы угождать Богу, нам надо научиться идти именно по этой линии, а она подобна лезвию бритвы. Сегодня рассмотрим несколько возможных вариантов отклонения с этого узкого пути. Рассмотрим то, как люди могут сойти с него, то есть извратить то, что является верным. Но перед тем, как начать наше занятие, давайте помолимся. Отче, мы обращаемся к Тебе как источнику всей мудрости, просим Тебя о благодати. Помоги нам иметь ясное понимание того, что значит почитать и превозносить Тебя. Для этого мы нуждаемся в Твоей мудрости. Создай в нас жажду праведности, чтобы нам возрастать в понимании Твоей воли. Все мы это у Тебя просим во имя Христа. Аминь. На прошлом занятии я прибегал к помощи схемы, которая помогала нам понять суть проблемы. Мы говорили о том, что плохо, что хорошо. Также говорили о нейтральной полосе между этими двумя понятиями. Сегодня снова использую эту же схему, но сделаю это по другому поводу. Вы видите линию в центре иллюстрации. Давайте назовем ее узкий путь. Помните, в Новом Завете Господь говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Господь говорит, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Напомню, что в первом веке христиан называли людьми пути, Это совсем не означало их узколобости или ограниченности. Нет, но имелось в виду то, что они были сфокусированы на том, чтобы идти по лезвию бритвы, для того, чтобы быть благочестивыми и святыми. В прошлый раз, используя схему на доске, мы говорили о зле и добре. Сегодня посмотрим на нее же, но под другим углом и поговорим о том, как можно уклониться с узкого пути влево или вправо. И первое, и второе, будет ошибкой. Любое уклонение может стать грехом. Мы можем впасть в крайность и стать либо крайними консерваторами, либо крайними либералами. Обе крайности могут привести нас к катастрофе. Людям, желающим жить благочестиво, надо помнить об этих опасных засадах. Исторически так сложилось, что эти крайности стали называть легализм или морализм и антиномия. Это технические термины. Они означают «законничество» и «распущенность», то есть «отрицание закона». О последней крайности поговорим во время нашего следующего занятия. Сегодня же посмотрим на легализм или законничество. И что, собственно, это означает? Может быть, что вас самих уже обвиняли в легализме. А может быть, что вы просто слышали это слово в христианских кругах. Имелось в виду узколобость, ограниченность и так далее. Но о чем, собственно, идет речь, когда используется термин «легализм»? Как бы там ни было, мы понимаем, что это нечто плохое. Ну, что означает легализм или законничество? Вообще-то, это очень серьезная вещь. Тем более, что сам по себе термин имеет очень широкое значение. Своего рода, этот термин можно рассматривать в качестве заглавия, под которым описываются разные виды легализма. Но еще раз, сам по себе легализм – вещь очень опасная, так как он извращает истинное благочестие. Это значит, что нам просто необходимо разобраться с некоторыми его формами, разобраться с тем, как легализм может себя проявлять в нашей вере. Давайте определимся с первым типом легализма. Я называю это так – вырвать из контекста закона Божьего. И как это может быть сделано? Наверняка вы видели людей, которые в своей христианской жизни сфокусированы на исполнении правил и норм. Такие люди видят христианство как простое – делать или не делать, вера которых лишена жизни, а все сводится к соблюдению моральных норм. Такие люди холодны и по существу не любят Бога. Такое явление называется морализмом. Люди просто заботятся о том, чтобы соблюдать правила. Наверняка кто-то возразит мне и скажет, а что у Бога нет правил? Разве Он не дал нам заповеди? И разве сам Иисус не сказал, если любите Меня, то соблюдете Мои заповеди? Конечно, все это так. И христиане должны серьезно относиться к правилам. И тому, как люди ведут себя. Разумеется, наш Бог дал нам заповеди. Они есть и в Ветхом, и в Новом Завете. Ну, я только что процитировал слова Иисуса. «Если любите Меня, соблюдете Мои заповеди». То есть, если вы любите Христа, то неизбежно будете заботиться и о Его заповедях. Ровно об этом я и говорю. В этих словах есть связь. «Если любите Меня, то соблюдайте Мои заповеди». То есть, соблюдение заповедей мотивируется любовью ко Христу. Это заповеди того, кого мы любим. Любим, потому и соблюдаем Его Слово. Всегда надо помнить о том, что в Ветхом Завете закон был дан в контексте Завета. Сначала Бог милостиво искупил людей, освободил их из египетского рабства. Он Сам по Своей благодати инициировал взаимоотношения, и в контексте этих взаимоотношений Он дал народу закон, исполнение которого угодно Ему. Один из моих школьных учителей говорил, «Суть христианства – благодать, а суть христианской жизни и этики – благодарность». Но легализм изолирует правила и нормы от Бога, который дал их. Люди просто исполняют правила, тогда как послушание Христу их не заботит. Их заботят сами правила. В этом случае нет никаких личных взаимоотношений со Христом, а значит, нет любви, радости и жизни. Остается одна простая механика, которая называется экстернализмом. Остается простое соблюдение правил. Это одна из форм легализма, и она совершенно пренебрегает контекстом взаимоотношений, а ведь именно в этом контексте и подается закон. Второй вариант легализма. В этой форме законничества утверждается пропасть между духом и буквой закона. Новый Завет часто об этом говорит. Буква закона является внешним элементом закона, но есть еще и дух закона. И как такое возможно? Соблюдать одно и пренебрегать другим. Иногда разницу непросто проиллюстрировать, но попробую. Представьте себе водителя, который любит ездить со скоростью 50 км в час. Он любит эту скорость, и ему нравится ездить со скоростью 50 км в час. А остальное его мало волнует, или вовсе не волнует. Его не волнуют законы и другие люди. И все вы знаете, что по разным дорогам ставят разные знаки, регламентирующие скорость движения по ним. Но нашего водителя все это не волнует. Его волнует он сам и его комфорт. Так что он с этой скоростью и едет по скоростному шоссе. С этой же скоростью едет возле детского сада и школы. Ему начихать на безопасность детей. Наконец он оказывается на дороге со знаком 50 км в час. С этой скоростью он продолжает ехать. Конечно, другие нарушители едут быстрее, но не наш. Внешне кажется, что он соблюдает закон. Движется по дороге со скоростью в соответствии с установленным знаком. Он даже может быть отмечен полицией на этой дороге как безопасный водитель. Но все это происходит, если можно так сказать, случайно. Его послушание полностью зависит от внешних обстоятельств. Но сам дух закона, его глубина и смысл нашего водителя совершенно не волнует. Это вторая форма законничества. Разумеется, что этим Богу угодить невозможно. Так как в этом случае послушание носит всего лишь внешний и формальный характер. А сердце человека далеко от Бога. И в нем нет никакой любви к Богу. Никакого желания почтить законодателя и его Христа. Третья форма легализма, возможно, что именно она является наиболее распространенной. И она же является наиболее опасной. Здесь люди просто добавляют нечто свое к закону Божьему и рассматривают свои добавления как нечто божественное. Мы, так сказать, просто добавляем свои человеческие статьи к закону Божьему и говорим, «Да ведь это закон Божий!» Эта опасность угрожает церкви со времен Каина и Авеля. Господь Иисус указывал фарисеям на эту проблему. Раввины надобавляли к закону Божьему своих установлений, и этими добавлениями связывали совесть других людей. Свои дополнения они наделяли божественным авторитетом. Господь Иисус неоднократно указывал фарисеям на то, что они учат постановлениям человеческим и говорят, «Это Слово Божье!» Опасность кроется в том, что люди высокомерно покушаются на власть самого Бога. Представьте, Бог дал своему народу свободу, а люди своими религиозными нормами порабощают людей. Разумеется, я не оспариваю право церкви основывать свою жизнь на законных и церковно-политических нормах. Например, не говорю о том, что членам церкви запрещено приходить в богослужебный зал с кока-колой и так далее. Конечно, поместная церковь может устанавливать такие правила, но когда церковь начинает возносить свои нормы и постановления на божественный уровень и связывать ими совесть людей, а эта власть принадлежит только Богу, то это уже никуда не годится. А бывает еще хуже. Церковные нормы начинают приравнивать к самой христианской вере. А это уже самым серьезным образом искажает Евангелие Христово. Люди вне церкви начинают думать, что христианство – это тогда, когда люди не танцуют, не курят, не пьют, не ходят в кино, не играют в карты и так далее. Люди полагают, что в этом и заключается суть христианства. А где в Писании говорится о том, что христианин не может играть в карты, или что он никогда не может выпить вина. Если бы это было так, то сам Господь не мог бы быть нашим спасителем. Разумеется, Писание формирует хорошие привычки и говорит о здоровье, в связи с чем мы и говорим о вреде курения и так далее. Но хочу сказать, что подобное может быть сделано самой сутью христианской веры. А такие вещи совершенно искажают Евангелие. Плод Святого Духа и радость, исходящая от самого Бога, подменяются человеческими традициями. А это богохульство или близко к Нему? За человеческими традициями не видно Христа, веры и свободы. С этой формой легализма надо быть очень и очень осторожными, так как христианство получает статус субкультуры, типа православная субкультура, католическая субкультура, лютеранская субкультура и так далее. Бокал вина в одной субкультуре не допустим, тогда как в другой это нормально. О христианской свободе мы еще позднее поговорим. Но сейчас хочу сказать, что мир не должен воспринимать наши субкультурные нормы в качестве Слова Божьего. Это опасно, так как искажает суть самого Евангелия Христова. Конечно, Евангелие призывает человека к вере, покаянию, святости и благочестию. И эти призывы оскорбляют мир. Сам крест Христов бросает вызов падшему человечеству. Но горе нам, если мы добавляем к этому вызову нечто от себя и искажаем суть христианской веры. С этой формой легализма не все так просто, так как христианство говорит о морали, праведности, этике. И здесь мы легко можем впасть в морализм, который является повреждением Слова Божьего. В соответствии с нашей схемой, уклонение будет направлено вправо, а не влево. О левом уклонении мы так же поговорим, но позднее. Очень близко к этой форме легализма является подмена приоритетов. Помните, Господь снова и снова говорит фарисеям, горе вам, вы даете десятину смяты, и так далее. Но оставили главное в законе, оставили милость и справедливость. Господь отмечает, что некоторые нормы закона, они все же соблюдают, то есть дают десятину. Остановлюсь ненадолго на этом. Так как мы думаем о фарисеях, что они были совершенно аморальными людьми. Между прочим, только 4% американских христиан дают десятину. Это значит, что мы не подчиняемся Богу даже в малом. Фарисеи же исполняли хотя бы это. Господь отмечает это. Отмечает также и то, что они, в отличие от нас, серьезно изучали Писание и молились. А разве это плохо? Плохим было то, что они лицемерили. Изучали Писание и молились, но не жили по Слову Божьему. Но, по крайней мере, они изучали Его. Некоторые люди делают вывод, ну, чтобы Иисус не упрекнул нас за лицемерие, мы не будем изучать Писание. Странный вывод. Нет, мы должны изучать Писание, и при этом не оставлять главного в законе. Не должны оставлять милости и справедливости. Почему подобные вещи происходят в субхристианской культуре? То есть, почему внешние вещи, такие как танцы, помады и прочие, начинают рассматривать в качестве определяющих для христианской веры? Библия призывает нас к тому, чтобы мы отличались от мира. Она призывает нас к тому, чтобы мы были светом для мира, для того, чтобы люди, видящие нас, точнее, видя отражение славы Божьей, могли обрести надежду. Мы призываемся к тому, чтобы быть отличными, другими, святыми людьми. Ну вот вопрос, а что легче? Демонстрировать свое христианство через милость и справедливость, быть человеком, на чье слово всегда можно положиться, или просто не пить, не курить, не танцевать и так далее? В смысле вечного спасения, последнее является просто смешным. Все это является незначительным. Библия прямо говорит, что царство Божье не заключается в еде и питье. Разумеется, что обжорство, пьянство и так далее являются грехами. Но Библия призывает нас к вещам более значительным. Для того, чтобы коснуться страдающего мира, достичь его искупления, она призывает нас к справедливости и милости. Так что гораздо легче извратить библейскую этику и превратить ее в морализм, то есть подменить главное второстепенным. Еще одна из форм опасности легализма, я называю ее трюкачеством. Это своего рода игра с положениями закона. Сегодня адвокаты часто делают это. Но вернемся к Божьему закону. Например, закон ограничивал расстояние субботнего пути местом проживания человека. Люди подумали, ну ладно, сделаем так. Коль скоро по закону мое проживание обусловлено мной и моей собственностью, тогда вот что сделаю. Например, фарисею в субботу надо было идти из Иерусалима в Ерехон. Он находил караванчика, который на неделе следовал в Ерехон и давал ему свои личные вещи. Разумеется, плюс деньги за услугу. Фарисей просил караванчика, чтобы тот спрятал в условных местах его личные вещи, по одной вещице в укромном месте, зубную щетку, полотенце и так далее. Сделал это так, чтобы расстояние между спрятанными вещами было меньше субботнего пути. И в субботу сам фарисей смело отправлялся из Иерусалима в Ерехон. Технически все было по закону. Но только технически, а по существу это было нарушением закона. Это и есть трюкачество. На память приходит случай из моей жизни. Мне нужны были деньги для того, чтобы ехать в Европу на учебу. Денег у меня не было, а банк мне не давал кредита. И вот один очень богатый человек подошел ко мне и сказал, «Понимаю твои трудности». И он предложил мне следующее решение. «Стань типа на бумаге, а не по факту совладельцем одной из моих компаний. Тогда мне надо будет платить меньше налогов, и тогда он сможет дать мне денег». «Экономия», в кавычках, от этого действия значительно бы превысила нужную мне сумму. Разницу, разумеется, он бы забрал себе. Он сказал мне, «Скорее подписывай бумаги». Мне нужны были деньги, я посмотрел законы. С юридической стороны все казалось так, как он и говорил. Но с другой стороны, я понимал, что это обман. Я не был совладельцем компании. Правильно, с точки зрения закона, но не с точки зрения этики. Христианам надо быть осторожными, потому что наша этика не определяется законами страны, а законом Божьим. Что-то может быть законным для страны, но оскорбительным в глазах Бога. Мой ответ был «нет». Я благодарил Бога за то, что Он по своей милости дал мне сил устоять в этом искушении. Недавно читал смешную историю, которая хорошо иллюстрирует трюкачество. Один протестант переехал в католический район. Вы знаете, что в прошлом католики постились по пятницам и не ели мяса. А протестант любил по пятницам жарить шашлык. Запах жарящегося мяса сводил с ума католиков. В конце концов, католики убедили протестанта стать католиком. И вот священник, окропляя того святой водой, сказал, «Ты родился в протестантской семье. Ты вырос протестантом. Ты был протестантом. Но сейчас ты католик». Соседи из католиков подумали, «Ну вот, проблема решена». Так было до пятницы. В этот день запах жарящегося мяса снова стал распространяться над всем кварталом. Католики пришли к новому брату и увидели следующую картину. Бывший протестант поливал шашлык водой и обращался к нему со словами, «Ты родился барашком. Вырос барашком. Ты был барашком. Ну а сейчас ты рыба». Это и есть трюкачество. То есть попытка игры с законной нормой. Но Бог-то хочет, чтобы мы слушались его закона, потому что всем сердцем хотим угодить ему. Так что будьте осторожны с морализмом. Но есть другая крайность. Антиномия. Об этом поговорим в следующий раз. В следующий раз. Продолжение следует...